Я решил проверить, сумею ли я собрать зал, если вот 3000 билетов пошло в продажу и чуть более 700 мест по пригласительным, которые я пригласил. Талантливых детей с разных учебных заведений музыкальных, плюс, конечно, информационная поддержка, плюс те, которые помогли в этом концерте в качестве спонсорской помощи. И я не знаю, как эти 3000 билетов купят, не купят, купили, не купили. Я это узнаю, когда выйду на сцену. Я даже спрошу, чтобы мне ничего не говорили, потому что мне интересно, вот рано ли я замахнулся. Потому что дворец Украины, организаторы сказали, что очень рано, вы знаете, вас тут навряд ли на вас купят билеты, тем более там как бы весь портер по такой цене от 100 до 250 гривен. Вы знаете, у нас люди не купят, а еще с пиваков сегодня выступают, а еще браты Гадюкины в дворце спорта, да вы что, молодежь пойдет туда, элита и интеллигенция пойдет туда. Ну, значит, таки будет Украина, это только для того, чтобы наконец-то вместить всех желающих попасть 20 января на мой концерт. Потому что вот с одной и той же проблемой сталкивался 8 концертов подряд, не могли попадать все желающие. Поэтому, во-первых, ограничение с покупкой билетов, вот уже отсечется часть людей, которые только по пригласим входили. Ну и плюс количество мест, может быть, наконец-то все поместятся желающие. Ну и чем отличается по программе? Новые, конечно, будут сочетания моего инструмента с другими инструментами. Впервые будет звучать труба у меня в программах, причем у меня не будет... Сначала планировался дуэт, потом разрослось в трио, будет обыгран любовный треугольник в начале второго отделения, причем будет необычно, девушка будет играть на трубе, студентка первого курса, Вика Романенко из города Полтавы. И со мной будет играть Женя Гаврилюк, который уже солировал в моих программах клавишный аккордеон, бесконечно талантливый молодой человек, студент тоже первого курса консерватории. Как бы я его несколько лет ввел, консультировал, он тоже в Запорожской области учился, в школе Лысенко. А сейчас вот он поступил уже в консерваторию, уже, как бы сказать, вышел на новый профессиональный уровень. И чем отличается по сочетаниям, еще будет дуэт с саксофоном и симфоническим оркестром одновременно, а даже в Альбиноне, как у меня программа 20 века выстраивается. Лучшие номера за год попадают, вот те музыкальные эксперименты, сочетания, которые я пробую в течение года, в доме актера в основном пробую, раз в месяц там даю концерты примерно. И в программе также новые произведения, и произведения, которые уже такой, есть костяк, которые ждут зрители. И это обязательные времена года, но я опять новые формы придумываю, сегодня будет звучать и раскаты грома в зале, и будет идти снег. Я надеюсь, что усилится образность восприятия. Будет у меня участвовать один вокалист, мальчики из школы Лысенко, будут участвовать симфонический оркестр и хор муниципального академического театра для детей и юношества. Значит, если все будет хорошо, все гости доехали, я еще не знаю точно, будут лучшие аккордеонисты. В Китае кнопочный аккордеон, В Италии джазовый аккордеонист клавишный, Ренса Ружьери, будет лучший аккордеонист Белоруссии Игорь Квашевич, который уже, кстати, выступал на моих концертах, будет лучший гармонист России Павел Уханов. Вот я не знаю, добрался, не добрался. Ружьери прилетел в 6 вечера только в Киев, впервые в Украине, впервые. Мы познакомились на фестивале, Виталий, который был директором этого фестиваля, одновременно он играющий, джазовый музыкант. На мой взгляд, лучший джазовый аккордеонист, он 10 лет специально учился джазу в Америке, это потрясающий аккордеонист. Удастся ли здесь создать такую атмосферу, которая у меня была на предыдущих днях рождениях и на предыдущих концертах, я не берусь сказать, но это главная цель моя сегодня, создать ту атмосферу, которая останется незабываемой для каждого, кто окажется на моем концерте, и будет долго-долго этот концерт вспоминаться в очень каком-то таком теплом воспоминании для всех, кто там окажется, ну или хотя бы для большинства. Субтитры создавал DimaTorzok Прямо раздеваться по листочкам Ну что, о чем я мечтаю за пять минут? минут до выхода на сцену. Во-первых, жутко холодно, я в свитре греюсь, надо не забыть о сне, перед выходом на сцену. Я совершенно не знаю, когда я шел, так мало людей мне казалось. Я мечтал, чтобы был аншлаг, но, ну не знаю, мне сказали еще перед тем, как я в этом дворце собирался вообще переговоры какие-то, мне сказали, что даже не беритесь, если вы хотите, чтобы у вас продавались билеты, то и 1,3 залы вас не выкупят, то есть это будет провал. И вот на сегодняшний день, я не знаю, какая ситуация вообще, проданы билеты, не проданы, я попросил даже, чтобы ничего не говорили. И вот я думаю, вот я выйду на сцену, чтобы у меня была неожиданность. Вот действительно, прогноз был такой, 1,3, когда мне прогноз сказал, ну конечно, я мечтаю о том, чтобы был аншлаг, чтобы перед ходом в дворец Украины спрашивали лишний билетик. На самом деле, как оно есть, посмотрим через 5 минут. Естественно, как любой артист, я мечтаю о переполненном зале, о массе цветов, подарков, ну хотя самое главное для меня это сделать максимальный подарок от себя, максимально сделать вот такую непосредственную атмосферу, можно сказать, даже интимную, такая атмосфера, где каждый почувствует, что я играю именно для него, не знаю, удастся или нет. 8 лет подряд на свои дни рождения, 20 января я устраивал концерты, такие традиционные, и каждый раз удавалось такую атмосферу создавать, но залы были поменьше, были и дом учителя, и театр оперетты, и дом офицеров, но вот такой большой зал, под 4 практически тысячи мест, дворец Украины, не знаю, удастся ли создать такую атмосферу, это моя сферозадача на сегодняшний день. Спасибо, я настраиваюсь, пью кофе. Спасибо. Все-таки Игорь меня выходит, или как? Да, вы смотрите жест, Игорь приглашает вас, да, и вы выходите, сосла столик поставил карденку, вот. Ну вот, короче, я выхожу и говорю, здравствуйте, здравствуйте, в это время он ставит на карденку. Да, после этого он выходит, вы говорите. Меня интересует вот что, после моих вторых слов, там, я прошу зависту, завист, вот этот интермедийный поднимается, да, и я вот это, вот это, там, и Моцарт объявляю уже из-за кулис или еще и на сцепку. Куда? Хочу один несколько петь, хорошо, в концерт у нас будет и порядок. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Подожди. Я даю команду, Игорь, без меня никаких команд, понятно? Алло, вы слышите меня? Я подскажу, вы, посмотрите, у нас когда два человека в неках, да? На аплодисменты выбегаем. Позицию встали. Позиция выиграла. Выстроили? Да, вот. Вот здесь перед ней. Смущаетесь. А там, где мы там, что будет? Помнили это? Да. Все, работаем в лайн-режиме. Никто не уходит за кулис. В гримерке мы здесь. Владимир Николаевич, скажите мне, когда стойку на... После зимы. После зимы. Да, это на оркестре, да, после зимы. Ну, если что там... А, вот так. Попомните. Надо было ничего. Что, пацаны? Все. Что, пацаны, посмотрите. Давайте все. Давай, я знаю. Давайте вместе. Давайте, шокюмки. Нам сорок лет, ребят. Ребята, слушайте, молодцы. Хорошо это идет на оркестровой теме. Танго. Очень внимательно держите от точки. Определите себе, чтобы вы в парах не пушковались. Иначе, если ломается картинка, это все. У вас нахраняешься в музее вообще сегодня, да? Давайте. Как-то ее неправильно назвали там. Я не знаю. Вон, Дорус, Татьяна, Денис, я это делаю. Нет, какие-то другие вещи. Давайте. Смотри, улыбайся. Улыбайся. Скажи, как вас зовут? Улыбайся. 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 Открывать концерт пора. Там люди еще пересаживают, Сигарек. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Хлопают уже. Я-то готов уже. Звители ходят еще в зале. Ну, потому что они за нас откроются и перестанут ходить. Улыбайся. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok